Такая хорошенькая Всем привет! Вы на канале с Вэллоу Ольга Влог Сегодня будет рум-тур наших апартаментов, квартиры, грубо говоря, по-русски Мы сейчас находимся во Флориде, в городе Палм-Бэй 30 января 2017 года Так что поехали Вот наши кондэ апартменты, называется так Вот там вот у нас въезд Вот там вот это помойки у нас Это вот парковка, парковка крытая, стоит 20 долларов в месяц Это у нас лизинг, центр офис, ну администрация, это бассейн При въезде есть вот такой вот там шезлон есть Сейчас у нас погода сколько минут? 14, наверное, да, границу? Сейчас почти море сколько Сегодня холодно очень, сейчас зима здесь Плюс 11 Плюс 11, надо куртку Прохладненько, нет? Угу Мы идем вот по нашей территории Тут белок очень много Кстати, за два месяца впервые был такой сильный дождик То, что, видите, лужи и все мокрое Вот заходишь, да, здесь просто открыто Стульчики были у нас Бассейн, да, он, стульчики как у нас И лежаки такие есть Смотри, даже с подушечками Пойдем Эти два мустанга стоят Вот этот белый клевый тоже И черненькие, красивые такие Тут вот хороший Тут можно помыть свою машину Да, вот шланг Вот шланг Да, включаешь и все, и поехал Работать Сейчас посмотрим Вот искусственный здесь был Залют, может быть, да Сделан искусственно Может быть, к лету сделают Там вот соседние, мне кажется, тоже Как комьюнити там уже Да, у них тоже там сухой канал Здесь крокодилы заводятся Ручные Ручные? Искусственные, да? Искусственные крокодилы в искусственных водоемах Мы сейчас подходим К нашей квартире подходим Где папа? Да, машина вот наша Это у нас лавочка Превращается в гарбич Вот так вот сюда помоют Сейчас выходные, они не выносят Ой, там пахнет кофе только моим Каждое утро они выносят мусор отсюда Но это только гарбич А сайкл отдельно выносим Ножки вытирай Вот у нас тут такая небольшая Ну, раздевалка Вещаем сюда Верхнюю одежду вещи Вешаем рюкзак Мы здесь обувь Купили вот такую подставку Закрываем Вот тут есть окошко Мы его не открываем Но там нас особо и не видно Потому что вот лестница там Так, дальше идем Вот это у нас living room Вот этих два барных стула мы купили за 40 долларов всего Они очень прикольные И, кстати, прям как вот Смотрите, тут даже написано USA Стиль подходит под этот флаг Это у нас барная стойка получается Тумбочку взяли Пуфик за 40 долларов купила Вот так вот такой небольшой телевизор сейчас у нас Это у нас балкон со скрином с сеткой Вон, вон киска идет Я вчера ее кормила киской это Да, папа пойдет кошечку покормиться с колбасочкой Зай На балконе есть вот такой вот storage Там все коробки у нас Все там находится Все коробки мы туда кладем Вот такие стулья купили по 12 долларов Это Тютира нам отдала Это Лешка колясочка У нас пуфик такой за 30 долларов в Walmart Мы за сколько купили, Леш, диван? 150 Как ее делать? Вот так, да? Смотрите, она еще раскладывается 150 долларов Мягко и удобно очень Потом стол Стол это сплошное дерево, да, идет? Столешница или дерево? Столешница, да Это все вот это железное Но, у него пуфики мягенькие здесь Четыре стула и стол стоил 110 долларов Давайте кухню посмотрим Ну, тут у нас помоечка обычная, да Там бумажечки всякие Эту мы купили Штучку будем для полотенца вешать Ну, вот по мелочи тут все у нас Ножи, ложки Такой тостер в Walmart взяли за 7 долларов Чайник за 20, он очень классный, тихий Вот такая вот модель Плита, я думаю сначала плита будет ужасная и вообще непонятная Но, на самом деле она греет моментально И на ней правда учиться надо немножко готовить Вот духовка есть еще Тут шкаф для кастрюль Микроволновку взяли за 50, да, я думаю? 49 49 тоже в Walmart Она очень классная вообще Плита такая, мы видели новая, 100-400 долларов Да, новая плита такая 400 долларов Это все у нас работает Вытяжка там, ну, шкафчики эти, вот понятно Я вот тютирую, дала нам цветочек такой красивый Холодильник Холодильник старый Но он чистенький Вообще полностью чистый Вот такой вот Тут у нас еще есть клоузет для таких вот баночек Для сухой еды Это там макароны, рис Такие вот всякие вкусненькие здесь Сиропы Лешкины там печеньки Вот окошко у нас вот такое еще Вот посудомоечная машина Она работает, все работает Она тоже не новая Такая вот колбаса Салями Вкусная Кофемашину мы взяли, мистер кофе За 18 долларов Отлично работает она Вот такую штучку взяла себе сюда Губку удобно очень мешать Есть это Перемалывает все на свете Ну не все, но многое Здесь что нам понравилось, то что было чисто И очень светлая квартира Очень светлая У нас только солнце на улице То есть у нас первый этаж И при этом очень светло достаточно сейчас Сейчас пасмурно Сейчас на улице просто пасмурно Папа, мама, мяу-мяу Мяу была? Мяу-мяу была Пойдемте я вам покажу как мы спим на полу Это мой офис Офис Да, я тут работаю сижу Сажусь на стульчик И двигаю мышкой Топочки Вот так вот А когда я встаю Я ложусь Так стеночки Мне не пустило только краешку Хотел на краешку спать Зато у нас смотри какая большая кровать На пол комнаты А почему мы спим на полу На раз просите Просто здесь матрасы Они все очень мягкие Да А матрасы нужны очень жесткие Потому что мы спим Ну привыкли спать на жестком Здесь матрас такой стоит От 2000 долларов и выше Только мой офис не видели Леша обещал мне окна почистить Окошки Я сама почищу быстрее Такой вот вид у нас тут Этот стол Лешка Вообще стол для патио Куплен был за 35 Вроде бы Белый обычно комод взяли сюда Самый дешевый тоже в Волмарте Теперь наши шкафчики Вот такие вот Шкафчики Места вполне достаточно Левая сторона моя Правая лешка Закрываем Фэн мы взяли за За 49 долларов 40 долларов Один такой был Лешка сам его установила И сказала Что они просто все устанавливались Угу Вот такой еще у нас Клозет есть Тут такие вещи 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 Разные у нас носочки Есть розенькие Синенькие Беленькие Давай ванну покажем Давай Смотрите Вот такая вот ванна Привет Большое зеркало Лешечка сейчас упадешь Да большое зеркало Такие лампочки Есть вытяжка Тоже работает Вот шкафчик маленький Небольшой Лешка сейчас звук будет Сам честь милая Туалет Туалет очень низкий Это просто детский какой-то туалет Лешка Он как старый советский Туалет старый Поэтому видимо Да он просто вообще Теперь идем в ванну Вот у нас ванна такая Она кстати мне кажется Чуть-чуть побольше Чем у Тютиры была На втором этаже Вот эту мы купили Потому что здесь никаких полок нет Только для мыла И все Теперь пришли во второй Туалет второй Ты хочешь писать? Я бы хотел покапать Это у нас Лешика туалетик Сразу тут все Ему Тут такой вот шкафчик Пошли дальше Выходим здесь Выключаем Тут у нас уже машинки валяются Это уже за территорией Да Да Это Лешкина у нас комната Вот такая детская Кроватку с матрасом мы взяли ему за 80 долларов Она пластмассовая У Лешки вот такой вот вид из окошка Квартира очень тихая Да? Очень тихая Так здорово Такой вот клузет еще у Лешки Такие вещи Кстати полку на почте будет получить для книжек Сюда положили пока такие коровочки Коровочки В принципе все Вот такие вот у нас здесь Нела Пойдем, Леша Так, смотрите Я забыла вот что показать У нас есть лендри рум Вот такая Здесь должна быть сушилка и стиралка Но у нас их нет Их надо либо купить Либо взять в аренду Мы еще думаем Вот это вот центральный кондиционер у нас уставляет Участливое отопление, охлаждение Охлаждение, да Здесь можно брать хит Он греет Можно выключить Можно режим авто поставить Можно принудительный Как температура опускается ниже 75 градусов Включается по регреву Автоматически И в потолках такие Есть отверстия Вот они Отсюда Вот отсюда Вот отсюда Помните Это вот отсюда вот дует Да Вот отсюда А сам хитр Пойдемте покажем Он Кулент хитр Он прямо здесь находится То есть Вот он сам Блок лица него стоит При этом на улице Блок у нас под окном стоит Да Это Котел Он греет воду нам Горячую Сейчас мы вам скажем Что почем Мы объездили Очень много квартир Вы видели Квартир наверное 10 Мы объездили Даже больше Месяц Смотрели Искали Эта квартира стоит 985 долларов в месяц Чтобы ее получить Это целая отдельная история Тут не так просто Вам так просто Никто квартиру не издаст Вам нужно Доказать свои доходы Если в США у вас доходов нет Вы доказываете Что у вас из России Из России идет доход Есть выписка с счета банка Даже если нет дохода То у вас должно быть Много денег на счете Да То есть вам нужна Выписка с банка Или в России Если каким то образом Вы смогли Привезти кучу денег Соответственно из Америки Вам нужны Следующие документы Первое что здесь просят Сначала здесь просят Подтверждение с работы Что вы работаете Если у вас Xu Разрешение на работу в Америке Вы можете配 Aufちは Каким то образом Удаленно Запрашиваете你好 в России этот документ, можете на русском языке запросить, но потом вам придется его перевести на английский. Либо бывают случаи, что сам этот лизинговый офис может перевести этот документ. Если у вас нет такого документа, но у вас, например, есть деньги на счете. На счете или в российском банке, или в американском банке. Откуда у вас там или там банки, деньги появились, это уже ваши дела. Вы приносите критику с банка, если опять же таки лизинговый офис это устраивает, то все отлично, я вас одобряю. Потому что бывает, что мы когда смотрели квартиры, в одной квартире попросили Social Security. У нас нет Social Security, потому что мы здесь по туристической визе. Соответственно, нам отказали жить в этой квартире. И вот. Соответственно, в этой квартире, когда мы снимали, нас в Social Security не запросили. Мы спросили по какой мы визе, мы сказали по туристической, дали паспорта, она увидела эту визу. Все. Все, что посмотрела. И форма Adios 4. Форма Adios 4 это... Мы ее получили в DMV. Вообще, вы заходите на сайт ussys.com и там, соответственно, каким-то образом эту форму можно получить. Я не знаю, как ее получить, но, как Оля сказала, дали ее в DMV. Я так понял, там в онлайн, видимо, вбиваешь свою визу, и она, видимо, ее выдает эту форму. Ну, надо распечатать. Ее надо распечатать. Нам помогли в DMV. У нас нету принтера. А, смотрите, 985 долларов. Это у нас стоимость без электричества, без воды, без интернета, без телевидения. Да без всего. Вообще без всего. Просто квартира. В Landry Room тоже нет, вы видели, у нас... В Landry Room есть, нету просто стиральной машинки и сушительной машинки. Чтобы получить также эту квартиру, вы платите 100 долларов. Это невозвращаемые деньги, это за засмотрение вашей кандидатуры. То есть, если вас откажут, то вам 100 долларов эти не вернут. Мы оплатили 100 долларов и 200 долларов. 200 долларов возвращаемые, 100 долларов невозвращаемые. После этих 300 долларов, чтобы сюда заехать, нам нужно было оплатить депозит. Это, так сказать, депозит, ну, на случай, если мы сбежим или что-то здесь повредим или сломаем. Он был где-то депозит в районе 1300, что ли, если не ошибаюсь. А почему? Потому что мы не американцы, мы не граждане, у нас нет видов на жительство. Они поэтому повысили депозит. Так, где депозит минимальный шел 300 долларов, если не ошибаюсь. Этот депозит нам вернут в конце, когда мы будем выезжать из этой квартиры. Мы выезжаем, они здесь все смотрят, все отлично, деньги нам возвращают назад. То есть, это возвращаемые деньги. Далее, поскольку мы здесь первые 10 дней жили, то есть, тут платишь ежемесячно, то мы заплатили только за 10 дней, где-то долларов на 400-385 долларов. Какие у нас еще есть платежи? 9 долларов идет за вывоз мусора, 50 долларов у нас идет за интернет, за воду мы не знаем, сколько будем платить. За электроэнергию тоже пока не знаем, но за электроэнергию за подключение заплатили 157 долларов за подключение только. За интернет, за подключение отдали 50 долларов, 50 долларов обаяненской платы. В принципе, по платежам, наверное, в месяц по квартире все. Ну а счет Landry Room, то что дешевошер и драйер, здесь можно их взять в аренду. В месяц стоит 30 долларов, но так же при подключении 9 долларов. В год получится 300 долларов. 360. Да, 360. Я смотрела БУ машинки, хорошие будут где-то за 2 машинки долларов 700-600 долларов. За 2 года отбиваться будут. А если старые, типа такой, как здесь, дешевошер, такой техники, таких годов она будет стоить где-то 2 машинки будет 300-400, но они будут вообще такие старые-старые. Ну проще арендовать. Да, проще арендовать, потому что это же не наше жилье, да, потому что куда потом нам их деть, куда перевозить, таскать или выкинуть просто. Это тоже трата денег. А так ты взял в аренду и все. По поводу почтового ящика. Чтобы получить почтовый ящик, нужно было взять договор лизинга и поехать на почту. Да, и нам там выдали ключи. Почта работает. Да, почта работает. Открыли, получается. А, смотрите, если вы с животными. Каждая комната, апартамента, оно где-то разрешается животным, где-то вообще нет. Свои правила. Свои правила, это нужно отдельно спрашивать. Потом мой совет, как вам? Лучше вам, мы сами ездили, прямо вот едем, нам нравится конду какой-то. Заезжали, спрашивали. Да, мы сами заезжали в этот лизинг офис и нас, наш ломанный английский все равно понимали, нужно общаться, стараться и вас поймут все равно в любом случае, но хотя бы какие-то элементарные знания английского нужны, потому что без этого вы никак не сможете понять все сути договора, аренды, стоимость чего, что и почему. И вот так вот мы сами и нашли, заезжая просто методом тыка. А по поводу риэлтора, у риэлторов своя база и они по этой базе показывают те квартиры и дома, которые у них есть в базе. Вот это конда у них нет в базе, потому что многие конды это большие компании, которые владеют этими кондами, ну кондоминиумами, так называются. Они только для аренды. Они могут использовать услуги риэлтора, но они не используются, потому что у них есть свой сайт, у них достаточно большой спрос на эти конды, на эти квартиры и в принципе мы куда бы ни заезжали, везде занято все. Вообще только через 2-3 месяца. То есть свободных нету. Как я лично делал информацию, я открывал карту Google и прямо по ней двигал и сказал, о какой-то кондоминиум, открываю на сайт, давай завтра зайдем посмотрим. Мы заехали и спросили открыто. Когда вы снимаете жилье, там договор такой огромный, толстый и как интересно его было заполнять, мы его заполняли онлайн, то есть не в бумажном виде, а в онлайне. То есть присылают вам ссылку, вы там прям ставите подпись электронной мышкой, так двигаетесь в козявку ставите, инсайлы ставите и все. Сколько надо брать с собой денег? Чем больше, чем лучше. Чушите, да. Чем больше, тем лучше, но не забывайте тот факт, что у всех разные. У нас здесь тетяня, это огромный просто плюс был. Полтора месяца жили. Да, полтора месяца во-первых, она нас и кормила. Стирала и спать дедовала. Да, то есть мы, вы представляете, какая-то огромная экономия. А так бы нам пришлось ехать в отель, где стоит ночь, нам бы выходило... Ну минимум полкиник, да. Минимум вообще-то минимум. Ну 45 долларов. Вообще заходите в интернет, есть разные сайты, booking.com. Да, вот через них. Такие еще есть. Я не помню другие. Это не реклама. Потому что мы в будущем планируем поехать в Майами посмотреть, и будем смотреть себе там может отель на ночь. Потому что за один день нереально все успеет 3 часа туда ехать. Тут у нас бассейн есть, но джим... Спортзала здесь нет? Спортзала, да, нет вообще, но во многих есть. То есть он включен уже в стоимость аренды. Так, у нас тут еще вокруг убираются, уходят. Детской площадки тоже нет. Так вообще во многих... Ну не во всех, во многих, но есть. Ну да, какие-то бывают. Здесь небольшой кондоминиум. Маленький. Да, здесь он небольшой, но он тихо, спокойно. Здесь лес. Мы вот с Лехой вчера, позавчера гуляли там по лесу. А я показывала, да, бабло. Вообще там так здорово. Очень классно. Там такие поля. Ну вроде бы такие моменты все рассказали. Если что, пишите, спрашивайте, сколько денег на ваше усмотрение. Где вы будете жить, что есть. Мы можем, не знаю, там, картошку почистить, макароны отварить. Все разное. Мы все едим, едим все подряд. Да, вы смотрите по своим приоритетам. Если сравнивать, например, многие говорят, как вот Москва и сравнить здесь жизнь. Ну вообще нельзя сравнивать. Наверное, лучше сравнивать с Сочи с этим районом. Да, Москву надо сравнивать с Нью-Йорком. Да. Вот это, да, по ценам, по уровню жизни очень похоже. Такие же пробки припарковаться негде. Так же все стоит дорого, безумно там. Но так же и много работы. Да, но в Нью-Йорке сейчас из-за того, что рубль стал ниже, упал в два раза, в Нью-Йорке стал дороже, соответственно, значительно дороже. Раньше цены были приблизительно одинаковые, то теперь там цены, конечно, стали выше. Вот, а наш городок Палм-Бэй можно сравнивать, наверное, с Геленджиком. Это американская деревня, да, с Геленджиком. Как Геленджик. В Морриде считается штат пенсионеров. Много. Тут очень много пожилых людей, очень много. Особенно в Палм-Бэе. Особенно в Палм-Бэе, потому что это ближе к океану. Да, в Орландо больше молодежи. В Орландо, да, потому что это более крупный город. Кстати, мы три года назад были в Вест-Палм-Бич. Да, Вест-Палм-Бич, это, знаете, ближе к Майами. Но это город, как будто бы он сделан для фильма. Голливуд какой-то прям. Но там очень красиво, там вообще чисто, как будто, знаете, смотришь фильм. Декоративные. Декоративные, да. Декорации какие-то. Декорации для фильма. Там настолько это все, но там соответственные цены. Где мы живем? Эта эра очень хорошая. Здесь действительно хорошие дома вокруг. Да, да, да. Нам кладут под дверью так вот коробки, они не везде будут класть. Да, говорят, если хуже район, они будут класть, потому что могут унести. Да. Ну, на этом все, наверное, все. Да, на этом все. А то мне монтировать долго потом. Ставьте лайки, подписывайтесь на ее канал, заходите на мой канал. На моем канале видео выходит теперь с опозданием Атолья на целый месяц. Ну, нет. Ну, ничего, я догоню. Я вгоню. Ну, потому что у него другая работа есть. Правильно? Основная. Всем желаем удачи, осуществляйте свои мечты. Всем пока. Пока-пока. Та-два-ааа. Продолжение следует.